Тренерские фишки Как это работает? После того, как вы рассказали вашим участникам о программе тренинга, ввели правила тренинга и когда вы все уже познакомились, вы говорите, что очень важно, чтобы вы как участники проговорили ваши ожидания к тренингу. Чего ожидаете, с чем пришли. У каждого есть в любом случае свои какие-то цели, присутствие здесь. И говорите, что я сейчас вам раздам пазлы. Что вы будете с ними делать? Вы напишите на пазле ваше имя и напишите на нем свои ожидания, с которыми вы сюда к нам пришли. После этого вы сможете выйти к флипчарту, рассказать группе о своих ожиданиях и прикрепить пазл на флипчарт. И в конце тренинга мы обязательно к ним вернемся и посмотрим, сложится ли у нас картина в единое целое, соберете ли вы ваши пазлики. И вы даете им время. Обычно я даю своим участникам 4-5 минут на написание и по одной минуте каждый презентует свой пазл и крепит его на флипчарт. Работает очень здорово в тренинге, поэтому с радостью используйте. А мы переходим к следующему методу сбора ожиданий. Второй нестандартный способ сбора ожиданий это ладошки. Чем хорош этот метод? Когда вы уже приходите к этапу сбора ожиданий в тренинге, вы раздаете вашим участникам по две ладони. На одной ладони вот здесь в корне написано «Готов научиться», а на другой написано «Готов поделиться». И говорите вашим участникам, что сейчас ваша задача будет заполнить ладошки ожиданий, на одной из них прописать, чему готовы научиться, а на другой – чем готовы поделиться. И даете именно это на минут 5 на заполнение. После этого говорите участникам, что сейчас ваша задача будет выйти к флипчарту, рассказать всей группе, чему готовы научиться, чем готовы поделиться с нами сегодня, чем можете быть нам полезны, и прикрепить ваши ладони на флипчарт. Какие здесь есть моменты? Может так случиться, что кто-то из участников скажет «Я ничем не готов поделиться». Поэтому очень важно в процессе написания смотреть, как они заполняют эти ладони. И если кто-то очень сильно задумался над ладошкой «Чем готов поделиться?», можно тихонечко к ним подойти, задать уточняющий вопрос, натолкнуть его на идею, чтобы человек тоже полноценно выступил перед аудиторией. Метод очень яркий, он очень нравится участникам и всегда привлекает внимание. Поэтому используйте смело и на здоровье. А мы переходим к следующему способу сбора ожиданий. И третий нестандартный способ сбора ожиданий – это дерево ожиданий. Что вам для него понадобится? Вам понадобится заблаговременно нарисовать дерево и корзину, а также запастись вот такими вот яркими стикерами-яблочками. Если так случится, что стикеров-яблочек купить не успели, тогда можно просто на цветной бумаге распечатать яблоки, найти в гугле шаблон, прикрепить на них сзади двухсторонний скотч и быть готовым к сбору ожиданий в форме яблок. Как это происходит? Вы раздаете вашим участникам вот такие вот стикеры или же яблочки, которые распечатываются на принтере, и просите написать на них свои ожидания. Участники заполняют, также говорите им, что одно яблоко – одно ожидание. Они заполняют ожидания, и после этого вы просите их подойти к флипчарту и наклеить их на флипчарт. И после того, как ваши участники тренинга вышли к флипчарту по очереди, рассказали группе о своих ожиданиях, прикрепили яблоки на флипчарт, у вас получится вот такая вот яблоня симпатичная. И вы участникам обязательно после этого говорите, коллеги, у нас с вами получилось дерево ожиданий, и на протяжении тренинга мы будем работать над тем, чтобы они сбылись, и чтобы наши яблочки созрели. И в конце тренинга обязательно вы возвращаетесь к ожиданиям участников и просите их прокомментировать, сбылось ли их ожидание. И также говорите, что если ваше ожидание сбылось, тогда вы можете созревшее яблочко положить в корзину, и ваши участники будут потихонечку рассказывать, сбылось их ожидание или нет по очереди, и будут вложить яблочки в корзину, которые созрели. И в результате у вас получится корзина с яблоками, ожидания, которые сбылись. Вот такой вот нестандартный способ сбора ожиданий в форме яблони. Коллеги, пользуйтесь на здоровье такими способами сбора ожиданий, радуйте ваших участников и вносите яркие моменты в вашей тренинге. И также, если у вас есть какие-то необычные способы сбора ожиданий, или вы используете также что-то нестандартное, буду рада, если вы поделитесь. Комментируйте видео, делитесь им с друзьями в соцсетях, и делайте ваши тренинги незабываемыми для ваших участников. С вами была Наталья Волосаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова